друзья всем привет сегодня я продолжаю свое движение на запад в сторону анталии по плану тоже такого же рода движения около 400 километров мы будем проезжать город шанриолфа будем проезжать газантеп и к северу от газантепа там я нашел городочек тоже есть отель хилтон я думаю там будет интересно пока едем покажу вам окрестности города диарбакир из-за того что здесь были столкновения с курдской рабочей партией этот город был закрытым около 20 лет и буквально вот несколько лет назад в старом городе в центре диарбакира где именно вот эти крепостные стены то есть там проходили военные действия столкновения с полицией и вот совсем буквально недавно этот город открылся раньше вообще людей сюда во первых не пускали ну естественно люди боялись сюда ехать поэтому город относительно недавно открылся город очень интересный то есть город мне понравился особенно старая его часть и они его сейчас готовят к туристам там все перестраивают переделывают но нужно отметить что они оставляют дань памяти вот эти вот дома разрушены дома оставляют как руины как какие-то памятники о том что об этих событиях которые здесь происходили прикаться видите 82 в турции можно встретить часто вот такие вот знаки ограничения по скорости именно 82 почему-то я не знаю почему 82 не 80 не 70 а именно 82 не 83 там короче говоря 82 они вот пишут и все и вот как раз там видите вот с двух сторон они пишут что радар фотографии фотографируют это первый раз они предупредили и вот прям сейчас сам радар вот это матч там можете видеть сверху и прям под этим радаром то есть знак что уже все радаров нету можно поехать а иногда бывает они пишут прям радар и несколько несколько раз там через 100 метров через 50 метров через 30 метров радар все для людей они стараются делать мой путь займет около четырех часов 400 километров по платной дороге я еду также навигация мне предлагает альтернативную дорогу там около шести часов то есть через горы через вот этот город молодая к югу от этого города к юго-востоку находится город марзин очень интересный он меня очень сильно удивил город большой город современный современные отели там классные есть ну и вообще такой город хороший много там разных всяких культурных достопримечательностей сам по себе город очень красивый он создан из такого вот камня цвет такой красивый медовый и всего там много в общем обратите на него внимание к чему приходит понимание и вообще что мы здесь замечаем что мы здесь видим вот примеру когда я поехал в восточную часть турции ехал я достаточно долго ехал и по южному побережью я встречал очень много всяких разных замков крепости разные всякие какие-то оборонительные то есть сооружения и так далее и тому подобное то есть люди колоссальное количество своей жизненной энергии своего своего времени тратили на то чтобы что-то построить что-то соорудить как-то защититься а напротив другие люди тратили свою энергию на то чтобы эти места все захватить схватить сломать разломать покорить и так далее и тому подобное то есть если мы мы поедем в восточную часть турции там вообще это очень хорошо заметно вот долина к примеру месопотамии там это колыбель вообще человечество там зарождалась жизнь и там было все самое такое основное самое начальное вот в городе шанрюлфа мы с вами уже гуляли видели древние храмы 12 тысяч лет которому и представьте это там люди жили грубо говоря там 20-30 лет средняя продолжительность жизни это 300 поколений назад что-то было там 300 раз ваши прадедушки прабабушки там что-то строили к примеру возьмите ассирийское царство возьмите шумеров то есть это были империи какие-то такие величайшие то время и что от них сейчас осталось приехала америка который там сто лет грубо говоря от роду разбомбила это всю эту сирию и все люди там беженцами стали давайте дальше римская империя величайшая империя было почти господствовала почти по всему миру вообще они захватили везде где только знали земли какие кто то ну где то какие земли только были открыты римской империи них все захватили хотя бы одного римского императора римского царя они как-то там по-другому хотя бы одного знаете никто их даже Никто про них даже не вспомнит, сейчас никто не скажет Потом Римская империя, там Византийская империя пала Османская империя пришла, раздолбила здесь, раскрошила все Всех европейцев нафиг выгнали Всех христиан превратили в мусульман Исламизировали полностью Турцию Османская империя 600 лет была номер один в мире Кто сейчас про этого султана вспомнит? Никто! Посмотрите, что с Турцией творится Очень много здесь христиан было В том числе армянские здесь были земли Армянские цари, короли Пришла Османская империя, пришли курды Геноцид армян, все Кто не захотел уходить, просто поубивали, все Несколько лет назад курдская рабочая партия курды У которых нет флага, у которых нет государства, грубо говоря Которые в составе Османской империи сражались Убивали армян, убивали всех, кого угодно здесь Полностью занимались исламизацией Сейчас они хотели получить какую-то автономию Вот в этом Газан-Таби, который мы проезжаем Их подавили Турецкие силовики их подавили Сегодняшние дни, 2021 год Турецкая лира за один год Почти что в два раза обесценивается Теперь получается, любой человек, грубо говоря С Казахстана практически Любой человек может приехать в Турцию В пятизвездочном отеле спокойно остановиться То есть я к чему это говорю? К тому, что когда-то Османская империя была Чуть ли не номер один, да, в мире Номер один, да, она была И любой человек, там, американец Себя здесь хоть султаном, хоть вообще кем угодно Может почувствовать Потому что свободно конвертируемые валюты Евро, доллары Они здесь сейчас, ну, грубо говоря, на вес золота Америка вообще буквально вот Сколько там, 100-200 лет Сколько она появилась, она очень молодая И она теперь диктует всему миру Как жить даже в Европе Которые европейцы, которые Америку построили Открыли, которые развили эту Америку Теперь Америка даже европейцам говорит, как жить Не говоря уже там про весь мир То есть суть в чем? Наше время, оно настолько переменчиво Настолько скоротечно Все в нашей жизни настолько быстро меняется Что вот мы хватаемся, да, строим там себе замки Эти дома строим, квартиры покупаем А кому это надо? Сейчас все, посмотрите, друзья, в мире Идет к тому, что мы уже все, практически всем Пользуемся по подписке То есть Если взять, к примеру, какие-то сервисы Раньше, помните, мы видеокассеты покупали? Сейчас никто этим не занимается Сейчас мы идем в Apple Store Покупаем себе подписку И пользуемся целый месяц Слушаем песенки бесплатно Точно так же с видео Идем в Netflix Платим, любые фильмы смотрим Сейчас уже в некоторых городах В некоторых странах Есть такой сервис По подписке Мы можем пользоваться машинами После того, как дождь прошел И прям как будто бы молоко Видите? Вот я тоже ничего не вижу Там едет машина Впереди метров сто Но мы дистанцию соблюдаем В принципе, нормально Так вот В некоторых странах В некоторых городах Сейчас уже по подписке машины То есть Вы можете, грубо говоря Приехать В Москву А получить там, допустим Во-первых, есть вот эти машины Any time car sharing Во-вторых, вы можете Прямо на долгосроке Покупайте подписку И пользуйтесь по подписке машины То есть Вы ежемесячно какие-то платежи делаете И пользуетесь Все идет сейчас к тому Что это будет То же самое Будет уже и с продуктами Уже будет и с квартирами То есть Люди будут ежемесячно Какие-то осуществлять платежи И получать то, что им нужно Грубо говоря То есть Они не будут привязываться Там к своим замкам К крепостям К своим храмам Монастырям Как Тинькофф сказал Один из самых богатых людей В России Банкир Тинькофф Тинькофф банк Бибнушка у него там была У нас в Алматы тоже Он сказал Наша планета настолько большая А наша жизнь настолько короткая Что мы должны исследовать Так много Как только можем Вот за эти 20-30 дней У меня столько впечатлений было Сколько я не знаю Может быть За год не было То, что я сижу дома Есть сейчас сервисы Уже В наше время Когда люди путешествуют Бесплатно Абсолютно С нулем в руках С какими-то там Может быть Несчастными копеечками Конечно Естественно Не всегда получится Там останавливаться В пятизвездочных отелях Крутых Но путешествовать Так или иначе Бесплатно можно Во-первых Можно путешествовать Автостопом Это во-первых Во-вторых Вы можете всегда путешествовать Существует сервис Специальный В интернете Где вы можете Останавливаться У хостелов И не хостел Такое общежитие А есть такое Такое понятие Сообщество в интернете Хостелы Это люди Они общаются По всему миру То есть Они друг к другу Путешествуют Там такая большая Развитая сеть И к примеру Человек может Сегодня захотеть Там поехать в Москву А другой человек Допустим Может захотеть Там поехать В Стамбул И эти люди Друг друга Встречают Делятся там Отзывами Общаются Между собой То есть Локал Именно локальные Граждане Тех или иных городов Встречают друг друга И Ну в общем Вы можете загуглить Это абсолютно бесплатно То есть К примеру Если я захочу Я сейчас могу там В интернете Где-то найти К примеру В Анталии Хостела себе И сказать Вот я хочу приехать В Анталию Разрешите у вас Переночевать Он скажет Хорошо Окей Если у вас вообще Денег нет Вы можете Еще найти работу Таким образом То есть Где-то может быть В саду В огороде У кого-то будете работать Там Помидоры собирать И соответственно Тоже там Как-то будете жить Ну там не рабство А такое больше Это как больше общение Как больше Культурный какой-то обмен Языковые обмены И так далее То есть Люди Идут к тому Что они К друг другу едут Бесплатно Друг у друга живут Бесплатно Там Друг друга Упала Самые люди Ни один человек С собой не сможет Собрать И жизнь проходит И эти деньги Как правило То есть Детям Не идут на пользу Если мы с вами Посмотрим статистику Если мы с вами Посмотрим Историю То Вот эти вот Предки всех Величайших людей Богатейших Они либо Какими-то Наркоманами Становятся Либо каких-то Естественно Былвают Во всех Случаях Во всех правилах Существуют исключения Но это больше Уникальные случаи Да Естественно Мы должны Своих детей Образовать Образование дать Мы должны их научить Правильные Какие-то Привить Взгляды на жизнь Принципы И так далее А потом Как он уже будет развиваться В этом же и вся прелесть Какой-то там Доллар свой первый Заработать Какой-то там Миллион свой первый Заработать Какие-то Открытия совершить Именно самому А не вот так вот Запихать человеку Деньги В карман Типа вот и все Как люди живут Бегут За деньгами бегут За властью бегут К лодке друг к другу Грызут Рвут Мечут А жизнь проходит Потом эти деньги Уходят на лечение Еще там на что-то Еще на что-то Сначала Люди Тратят свою жизнь На то Чтобы богатство получить А потом На то Чтобы столько сил Тратиться Столько энергии На то Чтобы это богатство Сохранить Мир сейчас Меняется Намного быстрее Чем мы можем Себе представить И какие-то Ценности Которые были Раньше Вот буквально Совсем недавно Они сейчас Уже Не ценные Здесь я Все больше И больше Убеждаюсь Что Вот это Все имущество Все вот эти Владения Недвижимости Все вот эти Драгоценности Замки И так далее Это все Второстепенно То есть Самое главное Это как вы себя Чувствуете Как вы себя Ощущаете В гармонии Или вы с собой Насколько вам Интересно Вообще жить И Насколько вам Удивительно Вообще жить И Вот это Самое главное На мой взгляд А Все остальное Это Это все Как говорится Все проходит Пройдет И это И наша жизнь Пройдет И мы На самом деле Даже Не успеем Оглянуться Как уже Вот я здесь Около месяца Да Как будто бы Несколько дней Я здесь Буквально Вот путешествую Я сейчас Монтирую видео Оказывается Есть столько городов Столько всего Проехал Каждый день И вот это Я приезжаю в отель Ужинаю И все И спать И на следующий день Опять И вот каждый день Какие-то новые удивления Новые места Новые люди Новые впечатления Новые вкусы Новые запахи Новые ароматы И все вот это Вот так меняется Так интересно Даже если вам не нравится Есть такие люди Которым не нравится Путешествовать Они ведут Оседлый образ жизни, им нравится на одном месте сидеть, им нравится консервативный образ жизни, им нравится в одни и те же места ходить, в одни и те же магазины, в одни и те же кофейни, один и тот же кофе пить, в одно и то же время просыпаться. Есть такие люди, но я что могу сказать, хотя бы надо делать то, что нам нравится, потому что не будет другого шанса, понимаете, то есть самый подходящий шанс это сейчас. И самый вот есть, я сейчас общаюсь здесь с разными людьми, с одной девочкой из Гонконга общаюсь, она говорит, вот типа если будет шанс, мы встретимся там в Анкаре типа или там еще что-то. Я вот не понимаю, как это так, если будет, да захотим встретимся, хоть завтра встретимся. Во-первых, каждый человек, он имеет выбор, кто-то мне говорит, типа не всегда есть выбор, типа не у всех есть выбор, я вам так скажу. У каждого человека есть выбор везде и всегда, у любого человека, любой человек может жить так, как он захочет, если он этого захочет. Так, друзья, идем дальше. Турки здесь начинают сейчас, особенно в туристических местах, где нет туристов, я этого не замечал, особенно в туристических местах они начинают выставлять счета там в ресторанах, в евро, в долларах, за такси в евро, в долларах. Причем борзо так, если, к примеру, такси там стоит 80 турецких лет, они могут сказать 80 евро такси или, допустим, завтраки там или привязываются к курсу евро или в долларах. Что я хотел отметить, друзья, мы с вами, как туристы, мы с вами тоже здесь имеем определенные права, помимо того, что мы имеем обязанности, естественно, мы имеем права. И поэтому я предлагаю здесь такое вот движение небольшое вести, то есть мне тоже иногда периодически попадаются такие вот шустренькие ребята на рецепшене, когда я прихожу, не бронирую, допустим, через Агоду или через Букинг, прихожу на рецепшен, говорю, у вас есть комната? Они говорят, да, есть, давайте паспорт. Я говорю, вы мне скажите, сколько стоит сначала? Они говорят, 50 евро. Ну, как бы, 50 евро, в принципе, уже относительно немного для отеля, 5 звезд, где-то в центре города, это уже нормально, это хорошая уже цена. Но я говорю, друзья, ну ведь что, ну на английском, мы с вами в Турции, мы с вами не в Америке, почему вы мне говорите в долларах какие-то цены? У меня даже долларов может не быть с собой, я приехал с Анталии, с Аланьи, о каких долларах у нас тут с вами речь идет? Они говорят, а, окей, 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 400 лир. 400 лир это примерно 25-30 долларов, чтобы вы понимали. То есть, если они видят иностранный паспорт, если они слышат иностранный акцент, если они понимают, что с ними говорят на английском, все сына, они уже начинают чуть подбарзывать, то есть, они чувствуют, что они могут на этом заработать. Поэтому здесь все в ваших руках. Если вы хотите, можете платить, если у вас лишние деньги, но если вы хотите чувствовать себя здесь своим, среди чужих, вообще-то на самом деле все люди братья и сестры, поэтому все здесь свои и все, просто вы приехали как бы немного чуть-чуть в другое место, а на самом деле все люди, они, какая разница, все люди, все люди одинаковые. И вы всегда можете сказать, что находимся на территории Турции, почему вы выставляете какие-то счета в долларах или в евро. Мы же не во Франции, не в Париже, мы не в Америке. Почему? То есть, вы можете четко сразу их на этом обрывать. Потому что, если, к примеру, граждане Турции путешествуют, естественно, у них нет денег, валюты. Они не пользуются валютой, они не пользуются долларами, они не пользуются евро. Это у нас в Казахстане тоже раньше была такая фишка продавать машины в долларах, продавать квартиры в долларах. Потом президент это четко обрубил. Сейчас такого нет. Все, в миллионах, миллионы тенге, миллионы туда, миллионы сюда. И то же самое в России. Если вы пойдете, к примеру, там в Москве за хлебушком в булочную, а вам там скажут 100 долларов за багет, за батон или за плюшку за какую-нибудь, то вы, естественно, удивитесь. И точно так же, если вы здесь будете проявлять свое удивление, то, соответственно, вы будете и цены нормальные получать, которые получают турки, а не те, которые цены получают иностранцы. Сели в такси, сразу ему говорите, включая счетчик, потому что такого нету там. Он вас довез, а потом сказал, сколько захотел. Он должен вас по счетчику везти. Здесь у них с этим четко все. Либо он сразу цену объявляет вам, вы соглашаетесь или нет. Либо он включает вам счетчик, и вы по счетчику поэтому едете. Вот так. А то мне пишут часть девчонки с этого, с юга там, с Анталии, с Алани. Девальвация идет, ну типа цены подымают. Но, друзья, из чего формируется цена? Сколько стоит товар? Любой товар в мире, любой, неважно что, кусок хлеба это, или машина, или дом. Любой товар в мире стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Если вы готовы переплачивать, пожалуйста, тогда не жалуйтесь. Проезжаю город Шанриулфа. Я сейчас вот здесь вот по касательной, по краю. У них здесь есть объездная дорога такая. Напоминаю вам город Шанриулфа. Религиозный центр Турции. Город пророков. Очень древний город. Гугли Типе. Уже есть видео на моем канале об этих местах. И много музеев. Мне понравился город. В общем, религия и все, что связано с религией, с древностью, это вот сюда. Значит, Шанлы Урфа. Шанлы это славный, Урфа это старое название города. После, в общем, добавили эту приставку. Вот я, значит, здесь сворачиваю знаки, что это платная магистраль. Все вот зеленое. Это сообщается, что я выезжаю на платную дорогу, и сейчас мы с вами очень быстро поедем. То есть здесь что написано? Меньше 40 ехать нельзя, ограничение по скорости 120. Вот здесь как должны грузовые, как легковые машины ехать. О-52 и 90. Газантеп 136 километров. В общем, нам надо в ту сторону около 200 километров сегодня проехать. И, в принципе, можно отдыхать, идти, редактировать видео. Друзья, что хочу отметить. Во-первых, у них здесь такая магистраль красивая, классная. Во-вторых, вокруг города, городочек какой-то малюсенький, на востоке Турции. Многие даже про него не знают. И вокруг него есть восточная, и вокруг него есть объездная дорога. У нас в Алмате этот багат несчастный, объездную дорогу уже, я не знаю, сколько, 20 или сколько лет, там, 10 лет пытаются строить. Все никак не могут достроить. Восточную объездную недавно только сделали. Вот здесь, конечно, нужно отдать должное туркам, как у них развито вот это вот сообщение, пути, вот эти сообщения. Дороги вообще роскошные. От города Фан до Шанлы-Урфы мне хватило бака бензина, даже чуть-чуть еще осталось. Сейчас заново полностью бак заправил, уже, думаю, до Анталии. То есть на двух баках примерно, ну, грубо говоря, 800 лир на бензин уходит. Ну, я думаю, это немного, в принципе, проехать полторы тысячи километров. Вот здесь видно с левой стороны альтернативная дорога. По ней я ехал как раз на восток, и периодически я видел эту дорогу, облизывался. Но я специально там ехал, потому что, видите, мы здесь с вами едем. Здесь никаких достопримечательностей, никакой местной культуры. Ничего-ничего нету, только периодически будут какие-то ростареи, места отдыха, какие-то будут заправки, возможно, какие-то будут кармашки, чтобы можно было остановиться, размяться. Ну, в основном, в общем, дорога вот такая вот скучная. Будут, конечно, иногда красивые места, но, как правило, это здесь создано все, чтобы ехать, чтобы водитель не отвлекался, и чтобы он был сосредоточен на дороге. Установил сейчас круиз-контроль на 120, поставил, чтобы она читала дорожную разметку, и вот она сама рулит, подруливает машина. В принципе, я могу заниматься своими делами. Вообще, одно удовольствие ехать на новой машине по новой вот такой дороге классной, турецкой. Естественно, она требует, чтобы я руки на руле держал. Потому что, в общем, по закону мы обязаны держать постоянно обе руки. Именно вот одна рука здесь, правая, левая рука вот здесь. Именно вот здесь специальные части, чтобы руки не запутывались, ни вот так, ни вот так, никак. То есть, во время какой-то экстренной ситуации резко мы, чтобы могли среагировать быстро. О, а там полиция, похоже. Смотрите, друзья, прямо напротив стоит полицейская машина. Неужели они здесь с радаром? Да. А, нет, туда кто-то улетел, короче. Нафиг. Прям, короче говоря, съехал в обочину. Вот это поворот. Да, друзья, будьте осторожны, будьте осторожны. Особенно вот на таких трассах. Торопиться некуда. Я никуда не спешу. 300-400 километров максимум. Это то, что я проезжаю спокойненько, не напрягаясь. Машина мне помогает. Надо быть очень осторожным. Дорога, вот такая большая скорость, она ошибок не прощает. Вот так, значит, друзья, у них выглядят вот эти вот зоны отдыха. Направо это для грузовиков, Тир. Это, значит, грузовики туда заезжают. А вот слева здесь были знаки о том, что есть всякие разные магазины, сервис, даже полис. Видите, даже КПП здесь полицейские есть. Вот такие вот детские площадки, рестораны. Потом вот эту вот машину моют. По-моему, это мойщики. То есть за какие-то копеечки они, я думаю, здесь могут вам машину помыть, пока вы будете обедать. Или завтракать, или ужинать. То есть теоретически, я думаю, даже здесь можно остановиться. Если вы на чем-то путешествуете, на своем, на автодоме, или еще на чем-то таком, можно здесь заночевать при желании. Потому что здесь тихо, есть вода, есть туалет, вся инфраструктура, магазины. Вон там вот колеса ремонтируют. На самом деле, я здесь трачу очень мало. Практически все бесплатно. В любом отеле завтрак бесплатный. И, может быть, где-то могу остановиться, пообедать. И все, в принципе. У меня здесь, я, наверное, трачу даже меньше денег, чем в Алма-Ате. Основные расходы, это у меня на аренду машины. И на отели выходят все. На топливо еще. Если я бы приехал сюда на своей машине, и если бы я вообще приехал сюда на машине, на какой-то, в которой можно ночевать жить, то у меня бы практически вообще никаких расходов не было. Только расходы на топливо и все какие-то там минимальные совсем. Спускаемся вниз с вами. И вот здесь река есть. Рядом с местом Пересик. Если я не ошибаюсь, это река Эфрат. Она где-то здесь протекает. Большая река. Река очень древняя. В Библии очень много упоминаний об этой реке. И вообще легендарная такая река. Поэтому, если знаете что-то про эту реку, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет интересно читать. Узнавать что-то новое. Виадук. Виадук Феррат. Ефрат это... Где крепость стоит, значит, Румкале. Вот это река Ефрат. Гидроэлектростанция. Они делают ток, как всегда. Шесть полос получается этот мост. Виадук. Продолжаем движение. Около ста километров осталось. Уже совсем рядом. Конечно, вот по этим вот магистралям, автобанам едется очень быстро и очень приятно. Никаких напрягов. Повороты все такие затяжные, долгие. То есть машина не напрягается. Водитель не напрягается. Ничто не мешает движению. Каждый едет в своем ряду. Грузовички справа едут. Едет человек. Напил битком шины себе. И вот так вот он их закрепил, не закрепил, неизвестно. Если одна шина вот такая улетит, то это мало вообще никому не покажется на такой скорости. Поэтому будьте осторожны. Я проезжаю город Газанте. Тут у меня буквально вот 100 километров осталось. Я сейчас еду на северо-восток. И возле Газанте поуйду на север. Резко там в горы. Должен быть интересный новый городочек. Напомню вам, друзья, Гази – это приставка «Герой». Антеп – это, значит, земля королей. Здесь у них есть аэропорт. В принципе, теоретически, как бы сюда можно прилетать на самолетики. Этот город считается кулинарной столицей Турции. Здесь они очень любят готовить разные всякие блюда интересные. И вообще город мне понравился. Уютный такой миленький городочек. Сдержанные нравы у них. Крепость красивая в самом центре. Очень яркий базар, удивительный. Ну, я думаю, каждый что-то найдет в этом городе для себя. Много отелей там всяких разных на любой вкус. А, и там еще самый большой музей мозаики в этом городе. То есть, если вы любите мозаики, обратите внимание на этот город. Даже в Европе нет такого количества большого мозаики древнеримской, как вот именно вот в этом городе они собрали. Вот это, кстати, с левой стороны можно видеть. Это вот современная такая центральная часть этого города. То есть, они уже не живут в каких-то там старых домах. Они себе строят нормальные вот такие вот комплексы жилые. И хорошо себя здесь чувствуют. Мимо проходит скоростная магистраль. Чем вам не Европа, друзья? Климат прекрасный, достопримечательностей куча, еда хорошая. Но единственный минус этого места, что здесь нет моря. Это вот единственный минус. То есть, ближайшее море это Мерсен. Надо будет ехать на машине в Мерсен. Мне надо будет уходить резко на север. И вот место, которое я еду, называется вот так вот. Кахрама-Марас. Эти скалы, они здесь максимально все срезали, обрезали, чтобы дорога проходила максимально гладко, максимально ровно. И чтобы никаких препятствий водителю не создавалось. Повороты, вот как я вам говорил, максимально-максимально они тянут, тянут, тянут. И вот это все гладенько, вот так аккуратненько заходит. Нету вот этих резких серпантинов с одной стороны, с другую сторону. Эту дорогу сделать тяжело, но зато по ней очень легко ехать. Вот эти знаки, которые все стоят, ограничения скорости, все-все-все, которые, это знаки, это, можно сказать, кровью написаны, понимаете. То есть, если вот они поставили здесь 50, значит, здесь надо ехать 50. Тем более машины всякие бывают разные. У кого-то такая машина, у кого-то другая. Кто-то там устал, кто-то еще что-то. Стоит знак 50, надо 50 ехать. Для вашей безопасности, в первую очередь. Ага, а вот здесь вот, видите, вот такие вот штучки. Вот сейчас мне интересно, что здесь будет происходить. Вообще, обычно в таких местах берут деньги. Но, я так понимаю, здесь просто сейчас вот эта вот камера, она просто зафиксирует. И все, ничего, то есть, не это, зафиксировало, что я здесь съехал. И все, сейчас мы находимся с вами на альтернативной дороге бесплатной. Ну, вы можете понять разницу сразу. Мой отельчик. Я поселился прямо в самом центре города сегодня. Вот этого, в который я приехал. 102 номер. Хилтон. Интересно, друзья. Достаточно такой большой номер здесь. Такой вот простенький отельчик. Самый главный его плюс, это его расположение, что он в самом-самом центре города. Ну, и то, что он чистый. То, что здесь большой такой санузел. В принципе, неплохо. Самое главное, самое необходимое, Wi-Fi. И все такое здесь есть. Поэтому водичка, чай можно попить. В принципе. А, у них нет парковки. Они забрали мою машину. И он, в общем, поехал куда-то парковать ее. Элегантные шорты превращаются в брюки. Вот таким вот образом. И есть утюг. Можно погладить. Но почему-то нет тапочек для меня. Загадка, почему нет тапочек. Почему же нет тапочек? Как интересно. А, нет, вот они, кстати. Вот они, тапочки. И все такое здесь есть. Ну, 20 долларов, друзья. 20 долларов, это, в принципе, прекрасная цена. Для такого отеля. Для такого номера. Достаточно просторный. Центральный климатизатор. Все, не замерзнем. Вот здесь я поселился. Прямо напротив этого Хилтона. Здесь большой базар. Вот так он прям уходит. Туда на горы. И здесь еще рядом крепость есть. Первым делом отправлюсь посмотреть крепость. Да здесь вообще необычная крепость, оказывается, как все крепости. Здесь они прям ресторан сделали. Так все облагородили. Зелень. Чисто, красиво. С любого города, с любой крепости открывается очень хорошая панорама. Классный вид на город, на старую часть города. И вот как раз здесь желтое здание. Вот это вот. Прямо напротив него я живу в самом центре. И по краям вот здесь вот старые здания. Есть многоэтажки. Есть обычные. Там север туда, дальше там уже новые. Многоэтажки они строят. Многоэтажками новыми застраивают. Вот это прям они молодцы. Классно они сделали, что здесь ресторан. И вообще, что здесь вот так вот прибрано, убрано. Любой желающий может зайти. И провести здесь время. Несмотря на то, что это крепость. Это оказывается лакомка, друзья. Еще здесь стены так красиво подсвечиваются. В принципе, достаточно небольшая такая территория здесь. Но я думаю, вот им разрешили здесь открыться. И они взамен поддерживают в порядке эту территорию. Мороженое здесь всякие разные сладости продают. На каждом шагу стоят у них лавки. И прям вот с видом вот так вот на город. Травка зеленая. И вот, в общем, они из крепости сделали такую зону для отдыха рекреционную. Молодцы какие. Когда-то было здесь место, где все прятались. А теперь может любой желающий прийти и отдохнуть здесь. Сейчас включат свет. И вот этот весь город сиять будет огнями вечерними. Город в целом весьма интересный. Здесь очень низкие цены практически на все. И вот видите, они сразу в турецких лирах это все пишут. То есть цены указывают в турецких лирах. Там какие-то юбки, штаны по одному доллару. Вообще какие-то невероятные, нереальные цены. И вот это вот прям все рядом с этим отелем, который я снял. В котором я сегодня остановился. КОНЕЦ